Продолжаем выпуск. Без ног по бездорожью. В редакцию AlexInform обратился инвалид, который каждый день испытывает серьезные проблемы с передвижением по дороге в частном секторе. Подробности далее в сюжете. Александр Ковецкий 6 лет назад оказался прикованным к инвалидному креслу. Мужчина живет в частном секторе Шевченковского района и вынужден мириться еще и с тем, что на дорогах здесь сплошные рвы и выбоины. И пусть год назад Управление соцзащиты района предоставило в пользование инвалида электроскутер, от этого Александру не легче. По улице Бараново, через которую проходит его привычный маршрут в магазин, аптеку и поликлинику, передвигаться приходится как по американским горкам. Дело в том, что по этой дороге невозможно ни ходить, ни ездить. Тут даже в прошлом году бабушка говорила, что дети ходят в второй интернат, там дитё сломало ногу или упало в яму где-то. Александр говорит, движение трамваев зачастую блокируется из-за размыва дороги во время дождей. Она здесь под уклоном и во время ливней всё сносится на железнодорожные пути. Круглый год от разбитой дороги страдают все жители, которые проходят по улице Бараново. Вот мы и этого страдаем. Что дождь, что жаркая погода, что холодно, всю дорогу. А прыгали люди, попробуйте здесь вообще пройти. Я без ног, я этого не знаю. Но я ходил, я знаю, как это всё, когда пожилые бабушки ходят. Практически год назад наша съёмочная группа выезжала в частный сектор возле Злополучной улицы и общалась с жильцами, в том числе и с Александром. Обращались и в Шевченковскую районную администрацию. Там ответили, что возможно в 2016 году здесь проложат новую дорогу. Но прошло время, а возы ныне там. Инвалиду приходится рисковать каждый день, чтобы проехать по улице. Александр надеется, что власти всё-таки обратят внимание на проблему с дорогой по улице Бараново, чтобы каждый житель района, не опасаясь за здоровье, мог здесь пройти. Продолжение следует...